В эврите есть идиома, которая, по всей видимости, заимствована из английского языка, который идет следующим образом. Кшенаги-алагешер нахцеото или кшенаги-алагешер нааворото. На английском языке, скорее всего, это будет звучать следующим образом. Cross that bridge when one comes to it. И если мы дословно переводим, то именно с эврита мы получаем следующее. Когда мы доберемся до моста, тогда и пересечем его, то есть тогда и пройдем по нему или, скорее всего, все-таки пересечем. Подразумевая, будем решать проблемы по мере их поступления. И обратите внимание на слово нахце. Это будущее время глагола лахцот, который переводится как пересечь. Как правило, он используется в контексте того же моста, речки, дороги. Например, если мы хотим сказать перейти на другую сторону или перейти дорогу, то на иврите мы говорим лахцот, квиш. Кстати, пешеходный переход на иврите будет мавар хация, что переводится как переход, пересечение. Это от слова лахцот. И, конечно же, этот же корень образует слово половина, хеци, так как корень у нас у этого слова хецади юд, ну или хецади гей, что является одним и тем же корнем. И кое-что о глаголе ляге. Это очень классный глагол. Он переводится прежде всего как приехать, прийти, в общем, любой метод прибытия, но и также куда-то добраться, доехать. Поэтому здесь мы говорим кшенагея, ля гешер. Также ля ге переводится как достигнуть какой-то определенной точки. Например, температура или температура достигла 40 градусов, а температура и гея ля арба и ма льот. Ну и, конечно же, нельзя забывать, что глагол ля гея используется как глагол полагаться кому-то. Например, вы хотите сказать «мне полагается», то есть я заслуживаю, например, скидку. На иврите мы скажем «магеалий анаха». Или я могу сказать «ему полагается возврат». Магеа лё эхзер. На этом все, ребят. С вами был Тимур. Подписывайтесь на мой открытый канал Телеграм. Учим иврит вместе с Тимуром. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго.